Здравствуйте! С вами Практика ТВ и я Татьяна Шелепова. Сегодня мы с вами будем заниматься вышивкой лентами. Вышивать будем петуха. Вот такие у нас уже вышитые петушки. Мы с вами сегодня сделаем вот такую форму петушка. То есть это трафарет, который мы будем обводить на ткани. Ткань можно использовать любую. У нас это будет мешковина. Так можно на конве, на любую какую-то красивую ткань. Для работы нам понадобятся ленты разных цветов. Пёрышки можно использовать. И иголка с большим ушком. Она обязательно должна быть острая. Для начала мы берем наш трафарет. Укладываем его немножко со смещением. То есть мы должны уложить трафарет так, чтобы у нас осталось место для хвоста. Не забывайте про это, потому что очень часто выкладывают по центру, укладывают по центру пялец трафарет. И для хвоста не остается места. Поэтому немножко вот так его смещаем. И ручкой, или карандашом. Чем удобнее. Аккуратно обводим всего петушка. Прорисовывая все внутренние линии. То есть у нас будет бородка, разделение гребешка, там где крылышко показано, лапки. Вот эти все линии нам нужно будет хорошо прорисовать. Так, мы перевели трафарет. Посмотрите, пожалуйста, стрелочками показала вам направление стежков. Чтобы вам было удобно и понятно, в какую сторону нужно укладывать стежки. Потому что это важно. Нельзя как-то в разнобой укладывать стежочки. Они обязательно должны иметь направление. Вот можете себе просто на ткани прорисовать такие стрелки, чтобы вам было удобнее работать. Так, у нас будет синий петушок. Я вдела вот такую синюю ленту. Для начала мы должны сделать закрепочку. На вот этом длинном конце мы делаем закрепку. Как узелок на ниточке, так и закрепка на ленточке. То есть берем ленту и складываем ее два раза по полсантиметра. Раз-два. Иголочкой по центру прокалываем и протаскиваем всю ленточку. Получается вот такая закрепочка. И еще очень удобно закрепить иголку вот с этого конца. Тоже посмотрите внимательно. Мы укладываем носик иглы где-то сантиметра полтора от края. Делаем прокол до конца иглы и дергаем за длинный хвостик. Все. Голочка у нас закрепилась. То есть это можно бросить. И у нас ничего, ленточка не выскочит. Так, начинаем мы с какой? Ну, давайте вот с этой лапки начнем. Вышивать будем простыми прямыми стежками. Выходим в основание лапки. Ленточку обязательно разворачиваем на лицевую сторону. То есть атласной стороной кверху. Длина стежка где-то около сантиметра. Чуть больше, чуть меньше. Не столь важно. Важно укладывать стежки красиво вот так вот, чтобы они ровно лежали. И еще старайтесь делать один подлиннее стежок, другой покороче, чтобы не было такой четкости какой-то. И вниз. То есть мы двигаемся сверху вниз, снизу наверх. Тем самым мы экономим себе ленту. У нас получается наизнанке только небольшие протяжки будут. И плотно укладываем плотно, чтобы не было промежутков. Если такие образовываются, добавляем туда еще один стежочек. Двигаемся по своим стрелочкам. Так, дальше. Смотрите, сейчас мы делаем прокол прямо в стежочек, в верхушку стежка. И пошли второй как бы ярус стежочков укладывать. Разворачиваем на лицевую сторону. Направление у нас есть, не забываем про него. Длиннее, покороче. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Крыло мы будем вышивать совершенно другими стежками, поэтому мы немножечко заходим за вот эту линию крылышка, да, вот на полсантиметра буквально как бы перекрываем немножко ее, и все, дальше не идем, то есть тут уже пойдет у нас крыло. И вдоль вот этой линии крыла мы двигаемся вот сюда к хвосту по направлениям стрелочек, которые я вот вам нарисовала. Обязательно стежочек делайте свободной, в меру свободной, да, то есть он не должен быть слишком перетянутым, не должен быть слишком таким пузырем, то есть вот золотая середина, чтобы у вас объемная получилась вышивка. Вот так выглядит наш задник, да, то есть только небольшие вот такие вот протяжечки с изнаночной стороны. И разворачиваем ленту, чтобы она красиво ложилась на работу. Так, ну вот посмотрите, мы вышили одну лапку, до хвостика дошли, вышили вторую лапку. Дальше идет грудка, а вот здесь, посмотрите, направление стрелочек, оно идет по как бы линии горизонта, то есть мы начинаем сейчас вот отсюда грудку вышивать вот от этой линии, этими горизонтальными уже стежочками, да. Не перепутайте, пожалуйста, чтобы у нас как бы перышки лежали правильно. То есть мы выходим вплотную вот к этой линии и стежок укладываем горизонтально. Можно даже немножко внахлёст на вот эти вот стежочки, чтобы перекрыть и показать, что тут уже другое направление перышек. И такими же стежочками длиннее и короче, так же плотно идем до головки. Так, наша грудка закончена, да, вот в таком сейчас состоянии наш петушок. Следующий этап у нас будет эта голова. То есть мы сначала сделаем вот эту вот вышивку вокруг глаза, потом сделаем гребешок и клювик. Значит, для вышивки вот этого, вот этой части головы мы берем красную ленту 0,6. Также делаем закрепочку, все как всегда. И с этой стороны закрепляем тоже иголочку. Значит, как мы делаем. Такими же стежочками вплотную проколбиваем прямо вот по линии глаза. И где-то тут полсантиметра примерно длина стежка у нас будет. Это вот так. И так же по кругу, плотно-плотно укладывая каждый стежочек, мы с вами двигаемся. То есть сверху вниз, снизу наверх, да, идем в таком вот порядке. И по кругу. Расправляем обязательно ленточку, чтобы она не перекрученная была, чтобы она ровнее ложилась. Так, вот эта часть головы у нас оформлена. Сейчас мы с вами сделаем гребешок. Гребешок мы будем вышивать тоже красной лентой, только более широкой. 1,2 ширина, 12 мм. Вышиваем такими же прямыми стежками. То есть делаем прокол по нашей линии. Да, у вас обязательно должна быть прорисована вот эта вот линия. На нее придерживаемся. Значит, делаем прокол. И вот какой гребешок вы себе нарисовали, какой формы, такой вы его и вышиваете. По своим вот этим вот линиям. Около носика немножко покороче, как бы такой стежочек делаем. И по нарастающей туда вот, к тому краю. Так же не очень затягиваем, чтобы он такой объемненький получался. Ребешок. 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 Еще подлиннее. Пельцы немножко мешают. Гребешок готов. Следующий этап. Нам нужно сделать глаз. Для глаза мы берем ленточку 0,3 мм. Перекручиваем ее вот так. Просто закручиваем в такую вот трубочку. Глаз мы делаем французским узелком. Как это делается? Берем ленточку в левую руку на себя. Иголку кладем сверху. И делаем навивы. Раз, два, три. Примерно три. Можно четыре, пять. Чем больше навивов, тем крупнее получается узелок. Накрутили. Отступаем миллиметр от того места, где мы вышли. Где-то миллиметр отступили. Сделали прокол иголкой. Натянули плотно витки ленты. И уходим наизнанку. Дотягиваем узелочек. Вот у нас получился вот такой вот французский узелок. Глаз наш готов. И нам нужно сделать зрачок. Зрачок можно просто нарисовать фломастером. Или гелевой ручкой, что есть под рукой. Просто в центре маленькое черное пятнышко. Все, подорочу, готов. Так, дальше. У нас идет клювик. Для клювика. Мы берем ленточку. Такого золотистого цвета. Небольшой кусочек. Делаем закрепочки. Все, как всегда. Клювик выполняем двумя стежками. Один немножко подлиннее будет стежочек с проколом в центр. И второй покороче внизу. Мы выходим в основание нашего клюва нарисованного. Разворачиваем ленточку. И прокол делаем в ленту как бы с изнаночной стороны. Да, вот мы ее развернули с лицевой стороны как бы наизнанку. Длина клюва где-то около сантиметра, не больше. И прокол делаем с изнаночной стороны в ленточку. Протаскиваем. Подзатягиваем, чтобы остренький был клювик. То есть можно подтаскивать вот эти кромочки у ленточки. Заострить немножко. Нижнюю часть клювика. Так, и выходим теперь где-то здесь внизу. И тут простой такой прямой стежочек оттуда в основание клювика. На лицевую сторону выкладываем. Подтаскиваем, подправляем, расправляем вот этот стежочек. У нас получается клювик. Так, клювик готов. Следующий этап это перышки на груди. А перышки на груди у нас будут разного цвета. Тоже, опять же, выбирайте, какие вам нравятся. Я выбрала вот такие вот. Красно-оранжево-желтые. То есть будем двигаться от темного, от красного к желтому наверх. Значит, вбиваем ленточку. Делаем закрепочку. Все как всегда. И посмотрите, перышки у нас пойдут, красные перышки пойдут вот тут, по низу. То есть мы прокол делаем на чистом поле, а второй прокол уже будет на вышитом, на грудке. Выходим. Немножко ленту можно подзакрутить вот так вот, чтобы перышки более кучеряво как бы так смотрелись. И прокол делаем в ленту, чтобы кончик такой остренький получился. Затянули. Подправили. Так. И двигаемся сейчас в правую сторону. Опять же, они должны быть разной длины. Длиннее и короче. Немножко подкручиваем. И сюда. Оставляем между ними промежуток. Там потом у нас пойдет оранжевый цвет между как бы вот этими красными. Так что это не страшно. Не надо делать совсем плотно. И заполняем весь вот этот уровень. Длиннее. Длиннее. Так. Так. Так, вот два слоя я сделала, да, красный и оранжевый. Последний слой перышков будет у нас желтый. То есть мы делаем еще ярус желтых вот таких длинных перышков. И нам нужно будет сделать, оформить до конца голову, да, до вышивания до конца головы. Когда все вышли, потом уже сделаем бородку сверху. Значит, здесь работаем так же, как и начинали. То есть выходим в произвольной форме в любом месте. Немножко перекручиваем. И где-то тут прокол. То есть сейчас пойдут стяжечки уже между оранжевыми перышками. Высота тоже разная. Мы с вами одну часть бородки немножко, конечно же, закроем. Вернее, всю ее закроем. Ну, что делать? Потом уже будем импровизировать, делать бородку в том месте, где нам надо. Так, ну и вот куда-то между ними, между перышками, туда внедряемся. Вкладываем на следующий ярус. Все видите, что где-то промежуток такой пустой остался. Мощно заполняем, там стяжечком лишнее перышко бросаем. Я encantала, кто-то справлюсь. Продолжение следует... 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 так разворачиваем бородка с двух частей состоит до 1 будет покороче и которая ближе к нам более длинная простой прямой стежок вышли из основания вошли в основании укладываем первую часть бородки она несколько короче и где-то вот тут чуть длиннее рядышком выходим прямо в пюрышки браку так тоже разворачиваем на лицевую сторону и укладываем так немножко как бы поверх нашего первого стежка сюда же вот в основании прокол так и нам с вами осталось сделать крылышко и сделать хвостик крылышко мы будем делать сейчас отрежу ленту из перышек также как и хвост то есть я взяла вот такие разного цвета наши цвета ленты такого же цвета и перышки перышки будем просто приклеивать к основанию клеить можно клеевым пистолетом можно клеить моментом что есть доме то есть промазывать будем сейчас посмотрим как она лучше будет ложиться промазывать будем основания и подсовывать вот туда под ленточку самое главное делать маленькие капельки так и подсовываем вот это туда прижимаем у нас вот такой очень нужной формы перышко попалась загнутая очень хорошо она сюда пойдет так и последовательно следующие сверху так прикроем крылышко собственно можно вышить и лентами такими же прямыми стежочками как мы делали с вами такие вот на груди перышки на груди таким же образом можно сделать и крылышки ну вот такой хвост у меня получился пушистой разноцветной то есть мы просто приклеиваем под ленточку вставляем как бы туда вот точки капельку клея и под ленточку совершенно в произвольном порядке вы можете уложить эти перышки как вам нравится какого хотите цвета меня вот так сегодня сложилось так и нам осталось сделать лапы вот посмотрите одну лапку я вышила покажу как мы вышиваем лапку то есть здесь пользуемся опять же перекрученной лентой хорошо от ее закрутили в такой жгут и по своему рисунку который вы нарисовали плотно друг другу укладываем стежочки вышиваем лапу это сама лапка и такие же перекрученные стежочки идут на ноготочках хорошо перекрутили уложили как-то фигурно и вот лапку можно прокол сделать саму ленту тем самым ее немножко подфиксировать и когаточки следующий также ну вот мы с вами закончили нашего петушка вот такой у нас сегодня получился яркий красивый пушистый но посмотрите вот еще варианты да есть различные то есть можно разного цвета разными приемами хвосты можно только лентами сделать можно скомбинировать ленты и перышки то есть тут только ваша фантазия фантазия нас ограничивает с вами была практика т.в. и так яна Шелепова творите вместе с нами произведением Продолжение следует...